Друзья, всем привет! С вами снова EpicBoardShopTV. И у нас сегодня очередная история, которую я решил сделать на бренд Penny. А на сегодняшний день, наверное, Penny это один из самых узнаваемых скейтбордов в мире. Первые упоминания о пластиковых скейтбордах начались еще в далекие 70-е в Калифорнии, Виннес-Бич, когда профессиональный серфер-спасатель Ларри Стивенс стал делать первые скейты из пластика. Потом, конечно, это все как-то забылось, и вот такое более осознанное возрождение пластиковых скейтов началось в 90-е. Тогда такие известные на весь мир бренды, как Stereo, Skateboards, Globe, стали делать пластиковые доски. И в 2010 году такой человек, как Бен Маккей из Австралии сделал пенниборд, пластиковый скейтборд, из которого потом, собственно говоря, появилась компания Penny Skateboards. И с этого момента началась история пластиковых досок компании Penny. Скейтбординг всегда имел огромное влияние на мою жизнь и остается одним из самых важных элементов во всей моей жизни, говорит Маккейн. Я помню, мне было 6 лет, и мой отец купил мне первый скейтборд. Я абсолютно ясно помню, как это было. Он был восхитительным, небольшой пластиковый скейт. Дома я не мог успокоиться и теребил отца, чтобы он починил его. Мы перебрали подшипники, подчистили колеса, также покрасили саму деку. Вот так я познакомился со скейтбордом. Да, это, наверное, мой самый первый опыт катания на скейте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В 90-х годах Боб Маккейн очень ответственно и серьезно подошел к процессу изготовления скейтбордов. Своё производство он начал в гараже у своих родителей в Австралии. Он очень тщательно подошел к выбору деревесины для своих скейтбордов. Так тщательно, как это делают изготовители, производители мебели. Он начал создавать свои первые прессы для досок. Он стал заказывать канадский клен в Австралию. Это действительно был достаточно осознанный, продуманный план производства и изготовления досок. Я помню, как-то раз на семейном празднике был парень лет 15 с большой доской. У него был крутой сетап, примерно 10 дюймов шириной. Такой отличный, знаете, доской для верта. И как только он поставил её на пол, я сразу разобрался на неё. Я был босиком вообще без друга. И дело закончилось тем, что родители кричали, давай уже нам пора садиться в машину. Но я хотел лишь кататься на доске и быть похожим на того парня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Боб Маккейн изо дня в день ездил вдоль восточного побережья Австралии. По разным бортшопам, предлагая, собственно говоря, всем свои скейты, показывая, как на них кататься, насколько они качественные. А вечером, когда он приезжал домой, он снова залезал в свой любимый гараж, где непрерывно производил свои деки, разрабатывал форму. А когда заканчивались деньги, он снова отправлялся работать на строй, чтобы иметь возможность заплатить за поставки древесины. Это действительно была очень тяжелая работа, как сейчас вспоминает Боб Маккейн. Я понял, что хочу делать скейтборды не только для себя. Я хочу их делать именно так, как я считаю это нужно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возможно, это кому-то и не понравится, но я так хочу. В то время в отрасли не было особого разнообразия. Мы делали по 400-500 досок, чтобы понять, какое давление пресса нам нужно, определиться с формой. И после всего этого мы поняли, что мы можем делать это и сделать это хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон» Друзья, на сегодняшний день компания «Пенни» – это, наверное, единственный лидер в производстве пластиковых скейтбордов. «Пенни» продается практически по всему миру, более чем в 35 странах мира. А «Пенни» – это действительно один из самых узнаваемых продуктов на сегодняшний день в скейтборде. А мы всегда любили экспериментировать с досками, с формами, обязательно обкатывали эти доски в пули. Позднее я начал экспериментировать со стекловолокном, ставками с карпона. Я понимал, что мы делаем нечто большее, чем просто скейтборд. Именно тогда я стал задумываться о пластике. И в моей памяти всплыл тот маленький пластиковый скейт, который мне купил отец в 5 лет. В свое время это внесло огромный диссонанс скейтборда. Я не хотел останавливаться на достигнутом, я хотел, чтобы борт был долговечным, но не ущерб его функционалу. А еще он должен приносить куйму удовольствия. Играет музыка Нынешняя форма это результат долгой работы, чертежей, проб и ошибок, но в итоге она выглядит очень даже хорошо Мы действительно делали кучу прототипов, прежде чем запускать что-то в серию Я уверен в своих колесах, в которых мы подкомплектуем доски, я уверен в своих подвесках, которые стоят на каждом нашем борде Я уверен в наших подшипниках и уже тем более в самих деках А если сложить все вышеперечисленные, вы получите отличный снаряд, который к тому же круто выглядит Я заинтересован в том, чтобы дать нашим клиентам максимальное качество скейтборда, которое только возможно Друзья, пожалуй, одна из уникальных историй тоже очередного бренда Очередной истории, которая, можно сказать, стала действительно эталоном в скейтбординге Компания Penny действительно на сегодняшний день это один из самых узнаваемых брендов в индустрии Penny действительно, как сказал Боб Маккейн, основатель компании Penny, это стиль жизни Это действительно нечто большее, чем просто скейт или бренд Это действительно доска, на которой человек, неважно кто он, ребенок, взрослый человек, серфер, скейтер, без разницы Просто берешь доску и получаешь 100% удовольствие Вот такую историю я вам сегодня рассказал про компанию Penny из Австралии Из легендарного, так сказать, места Gold Coast, которое славится не только скейтбордингом Куча серферов, вейкбордистов, скажем так, с восточного побережья Австралии Стартовали, начали свой, так сказать, путь, свою карьеру Поэтому действительно это очень круто, это очень уникально С вами был Epic Workshop TV Спасибо, что смотрели Надеюсь, вам понравилось Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки И до новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok